Сейчас ты пожалеешь о том, что не родился бабой. Как и положено безмозглому хую, ты не разбираешься в ситуации. И теперь ты начинаешь сморщиваться. И твои маленькие яички сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего пистолета написано «Гуляж». А на боку моего пистолета написано «Дезерт Игра». Калибр 50. Всем привет. Сегодня речь пойдет о пистолете «Дезерт Игл» или как его еще называют «Пустынный Орел» и о том, нужен ли данный пистолет в игре «Escape from Tarkov» и каким он может быть, если он все-таки появится в игре. И начнем с того, что «Дезерт Игл» — это самозарядный пистолет крупного калибра, разработанный израильской оружейной компанией Israel Military Industries в 1983 году. Конструкторы этой компании подарили миру такие удачные и известные образцы стрелкового оружия, как автомат «Галил» и пистолет-пулемет «УЗИ». Пистолет «Дезерт Игл» является пистолетом крупного калибра и, если брать 50-ый, что равняется 12,7 мм, что на минуточку — это калибр крупнокалиберных пулеметов. Например, в игре «Escape from Tarkov» 12 калибра является автомат АШ-12. И думаю, вы видели данное оружие в действии. На что она способна? В настоящее время выпускаются пистолеты модификации Mark 9, которые способны использовать патроны калибра 357 Magnum, 44 Magnum и 50 Action Express, которые также отличаются длиной ствола 6 или 10 дюймов, и емкостью магазинов на 7 либо 8 патронов. При этом переоснащение пистолета под использование патронов другого калибра можно произвести достаточно просто, заменив лишь ствол, магазин и затвор. Выполнить данные действия можно и в полевых условиях. Что же касается пистолетного патрона 50-го калибра, он был разработан в 1988 году. И является одним из самых мощных пистолетных патронов, находящихся в производстве на данный момент. По причине больших размеров, сильной отдачи, большого веса, который на минуточку является 2 кг, а это вес двух пистолетов, как минимум, а также небольшой емкости магазина, данный пистолет никогда не рассматривался спецслужбами или военными в качестве подходящего для них оружия. Но зато все это не помешало данному пистолету заслужить образ ультимативного оружия, иногда его называют даже ручной пушкой. По многому такой образ активно культивируется компьютерными играми и киноиндустрией. В любом случае, это именно тот случай, когда калибр имеет значение, и пистолет по праву относит к мощнейшим представителям стрелкового оружия. Благодаря голливудским фильмам и компьютерным играм, Дистиггер является очень известным. Даже на сайте Magnum Research был создан специальный раздел, который можно назвать официальным портфолио. В нем указаны все художественные фильмы, в которых успел сняться пистолет Dissert Eagle. Однако, к сожалению, в настоящее время в игре из кифраутарков данный пистолет пока еще не представлен. И для того, чтобы его вести, нужно проделать немало работы, ведь смоделировать оружие не так сложно, гораздо сложнее его настроить. А так как данный пистолет использует весьма мощные и нестандартные боеприпасы, то все это дело необходимо очень грамотно сбалансировать, чтобы пистолет был максимально историчным, а также не убил баланс. Несмотря на то, что в настоящее время пистолеты в игре довольно непопулярный класс, имеются определенные представители, которые себя неплохо показывают в игре, и играть с ними вполне комфортно. Что же касается пистолета Dissert Eagle, то данный пистолет, я уверен, что будет не менее популярен, а для того, чтобы сделать его таким, необходимо его сделать тяжелодоступным. Например, как в последнем обновлении было сделано с подствольным гранатометом, то есть оружие должно меняться на определенные товары, которые стоят дорого, либо являются весьма редкими, чтобы пистолет был не сильно распространен. И так возрастет его не только цена, но и ценность. Это же касается и боеприпасов, так как даже в реальности боеприпасы, на данный пистолет стоит достаточно дорого, относительно других боеприпасов. Либо, как альтернатива, данный пистолет можно ввести как оружие одного из босса, так как данный пистолет с завода имеет огромное количество внешнего тюнинга, куда входят различные расцветки, покрытия, в том числе и позолота корпуса, и различные узоры, которые наносятся на корпус, в том числе и гравировка. И поэтому, как оружие одного из боссов, также будет смотреться неплохо, и будет гораздо ценнее, чем золотой ТТ, который сейчас есть в игре, который, по сути, носит больше коллекционный статус, нежели как оружие, с которым можно играть. В случае же с пистолетом Desert Eagle, независимо от того, 50-й, либо 44-й калибр будет, оба этих калибра являются достаточно мощными, и даже не обладая большой пробивной способностью, они могут наносить огромный урон по телу, а также оказывать большой заброневой эффект. Так как оружие позиционируется как охотничье, то и патрон носит более охотничьи свойства, а это максимальный урон по плоти. Если и вводить пистолет, то пистолет должен получить, из-за своего большого веса, низкую эргономику, так как пистолет довольно крупный, является одним из самых больших пистолетов в мире, поэтому эргономика у данного пистолета будет достаточно низкой, точность стрельбы также будет низкой из-за своих больших габаритов, а также большого веса. И что самое главное, у данного пистолета будет огромная вертикальная отдача, из-за мощного боеприпаса, а также не менее мощную горизонтальную отдачу. При этом пуля летит достаточно быстро. Несмотря на заводскую скорострельность 30 выстрелов в минуту, в реальности с такой скорострельностью будет использовать пистолет некомфортно, так как из-за большой отдачи нужно будет по новой целиться, что затрачивает определенное на это время. А также из-за большого веса стамина должна расходоваться при прицеливании также быстро. И по сути пистолет должен получиться в плане эргономики неточным, с большим разбросом, но при этом с огромным уроном. Даже не пробивая броню, наносить хороший заброневой эффект. А если броня и вовсе отсутствует, как и у патронов РИП, с одного выстрела уничтожать конечность, что должно послужить компенсацией за его плохие характеристики. В этом случае, я думаю, пистолет найдет свою нишу и своих поклонников, так как будет достаточно уникальным не только по своему внешнему виду, но и по геймплею. Так как в игре уже существует много одинакового оружия, то если и вводить оружие, то обязательно минимум уникальное. А данный пистолет уже является уникальным в своей непохожести на остальные пистолеты. И на одном из подкастов прозвучало от разработчиков то, что то если и будут вводить пистолет Desert Eagle, то введут его младшую версию. Надеюсь, здесь речь шла о 44 калибре, что тоже в общем неплохо, а не о мини Desert Eagle, который вовсе не Desert Eagle, а так прозвали пистолет в народе. Также данный пистолет имеет заводские планки, что позволит на него устанавливать различные модификации, как прицелы, так и ЛЦУ. А также у данного пистолета имеется возможность замены ствола и есть в природе модификация удлиненного ствола. Оставляйте комментарии под видео, хотели бы вы видеть в игре данный пистолет или нет, а если нет, то какое лучшее оружие ввести в игру, по вашему мнению. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет еще больше интересных видео. И на сегодня всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok